И мы сегодня продолжаем изучать пути праведников книга о человеческих достоинствах. В этой книге мы разбираемся, как человек может исправить свои личностные качества. И когда человек исправляет свои личностные качества, то у него лично в его внутреннем мире, в его мире, каждый из нас живет в своем мире, все налаживается. И это очень-очень важная вещь. Каждый из нас, когда рождается, рождается как компьютер без программ. Компьютер без программ, который потом начинают программировать окружающие люди, события. И после того, как этот компьютер без программ вырастает где-то лет до 20, плюс-минус, где-то 17, допустим, закончил он школу. Он начинает программировать сам себя. Каждый из нас, получая информацию из внешнего мира, получая разные... То есть есть огромное-огромное информационное поле. И каждый из нас в этом информационном поле, находясь, он из всего огромного, непостижимого, бесконечного информационного поля выделяет только какие-то крупицы, крупицы информации. Значит, когда человек, когда человек выделяет эти крупицы информации для себя, он их потом интерпретирует в зависимости от тех качеств и тех внутренних программ, которые у него есть. Теперь в этой книге мы уже разобрались, дошли до 26-го, сейчас 26-го качества мы уже изучаем, которое называется «Качество раскаяния», которое Всевышний, Творец Мироздания, он предусмотрел как инструмент отката предыдущей версии. Да, для программистов это понятно. Когда человек своими мыслями зашел не туда, потом он сделал какое-то действие, которое не то. Да, зашел не туда, действие не то. И вот после того, как он зашел не туда, сделал действие не то, то есть последствия, которые Всевышний по доброте своей он откладывает. Последствия отложенные. Например, если ты засовываешь пальцы в розетку, последствия, они идут моментальные. А если ты, например, кому-то сказал плохое слово, то человек еще обдумает, подождет, переварит, сварит, обдумает, добавит, убавит и так далее. И может через год тебе ответить на плохое слово, да. Ты можешь получить последствия какого-то своего плохого поступка через длительное время. Теперь Всевышний, он заложил механизм такой, да, как в программировании откат на предыдущую версию. Человек обидел кого-то, да, он сказал ему там что-то неприятно. Потом он к нему приходит, говорит, слушай, извини, я неправильно сделал, я так и жалею о том, что я сделал, прости меня, пожалуйста, я вообще, вот реально, я так ошибался, все. И если он искренне просит прощения, то большинство людей его простят, да, потому что смысл, то есть он сожалеет, он просит прощения, он мучается, простят. А Всевышний, он всегда прощает. И вот этот механизм называется тшува, раскаяние, возврат на предыдущую версию. И вот мы уже несколько уроков изучаем, сегодня мы как раз продолжаем изучать 20 лайфхаков, которые помогают, помогают сделать эту тшуву. Четвертое, это скорбь и сожаление, выраженные делом. Что значит выразить делом скорбь и сожаление? Здесь даже приведена такая молитва, которую, эта книга написана тысячу лет назад, которую нужно было говорить в момент, когда человек согрешил перед Всевышним. Он сделал неправильные действия, он шел против воли Всевышнего. Многие могут спросить, а что за воля Всевышнего? Ну, по-простому, воля Всевышнего это 10 заповедей, которые были на скрижалях. По более сложному, это 613 заповедей, которые были даны еврейскому народу. Более просто, если знаете, как есть, минимум, 100% максимум. Более просто, это 7 заповедей, которые были даны ноху. Когда первая версия человечества была стерта, Всевышний тоже откатил версию мира назад. Я помню, когда это студентам объяснял как раз вот Торо, ну, объяснял, как там написано все. И написано, был потоп, и Всевышний пожалел о том, что он сделал, и стер, как бы сделал потоп, стер все человечество, которое было допотопное. А один студент говорит, ааа, говорит, я понял, он перепрошил софт. Это прямо конкретно студент говорит, он перепрошил софт. Все, не было уже софта такого удобного. Тот софт, который был до потопа, он был не, получается, ну, с возможностями больших ошибок. Потому что человеку было дано право, как бы у человека было дано право ему, допотопный мир, изменять мир. И написано, извратила всякая плод, свой путь на земле. Потому что люди могли своими мыслями менять генетику, структуру мироздания. И поэтому тогда и были вот эти вот все, как они называются, динозавры, там, ящеры, все вот эти вот штуки. Это, я думаю, это были генетические эксперименты людей до потопа. Они, значит, там сидит, например, вот Мария Рэй, да, у нее там нет настроения. Она смотрит на свою кошку и говорит, пусть будет и эта кошка утконосом. Оп, кошка стала утконосом. Потому что у нее была такая вот возможность влиять у людей было, что они могли менять структуру мироздания. И Всевышний говорит, нет, так не бывает. Я сотворил мир вот этим, вы сделали вот другим, так не будет. И Всевышний, как главный администратор, он, значит, откатил версию назад. И остался только один ноах, который был праведник. Кто такой праведник? Праведник это тот, кто делает все по воле Всевышнего. Вот он делает все правильно. Праведника слово правильно. А как правильно? Если мы это скажем на каждому, там, один решает так правильно, другой так правильно, будет путаница и разделение война. Если все считают, что правильно вот так, значит, все согласны. Будет согласие, мир, шалом, и все будет отлично. Поэтому Всевышний тогда мир изменил, остался ноах, праведник. Он дал ему семь заповедей для человечества, для сыновей ноаха. Одна повелевающая и шесть запрещающих. Мы отсюда видим пропорцию, что почему-то запрещающих заповедей больше, чем повелевающих. И если мы посмотрим на десять заповедей, я думаю, что тоже пропорция примерно сохранится. Запрещающих то, что нельзя делать. Их больше, чем повелевающих. То есть, Всевышний сказал, это делай, например, почитай папу и маму, соблюдай шаббат. Я Бог всесильный твой, значит, это повелевающие заповеди. А остальные заповеди начинаются со слова «не». Не укради, не убей, не лжесвидетельствуй, не возжелай и так далее. Все то, что нельзя делать и немного того, что нужно делать. И вот когда человек нарушает то, что нельзя делать, он как бы нарушает волю Всевышнего и не делает то, что должен делать, в этот момент создается проблема у человека и проблема у мира. И Всевышний предусмотрел механизм тшува, раскаяния, что когда ты зашел в проблемную зону, то не сразу, как царь Соломон говорил, что почему люди делают зло, потому что отложено наказание за зло. И человек смотрит, о, он делает зло, а у него все хорошо, краткосрочно хорошо, он не видит, что будет дальше. И человек тоже делает зло, потому что нету сразу наказания за зло. Теперь, ну все-таки осознал, Тамара Ловачева пришла, например, спрашивает, это семья Ноха, тоже все праведники, относительно всего человечества, да, относительно Ноха, может быть, нет, то есть праведник, это тоже есть градации праведника. Вот хороший человек в Фейсбуке задал вопрос, и напомнила она, что этот урок всегда нужно посвящать какой-то хорошей цели. Я посвящаю этот урок цели, чтобы не было войны, что я думаю, что есть еще шанс. Надеюсь, что понимают эти люди, которые сидят там в Иране, и которые самоубийцы, они просто самоубийцы реальные, потому что, ну, если они начнут войну, их не будет, но вместе с ними погибнет еще много людей. Но очень обидно, когда самоубийцы управляют нормальными людьми. Кстати, интересно, что персы это потомки земледельцев. Они исповедуют ислам шиитский, шиитский ислам, они потомки земледельцев. Обычные земледельцы, крестьяне. Мусульмане такие, арабы, сунниты, это потомки кочевников, они вообще родственники, это близкие очень родственники от Авраама, евреев, они семиты. Вот эти вот сумасшедшие аятоллы. Иран это был самый близкий союзник Израиля, пока местам не захватили власть вот эти вот сумасшедшие. И сейчас они вот сейчас мир, они прям толкают. Но я, например, верю, что Всевышний остановит эту войну, и ее не будет. А если она будет, то как раз это полное пророчество война Гога и Магога перед приходом Машеха. То есть мы увидим, как сейчас прям придет Машех, какие-то будут чудеса явные. Потому что мир, мир, значит, он уже, мы находимся в чудесах. То есть то, что сейчас происходит, мы просто эти чудеса, они каждый год там появляются новые, новые, новые. Но реально мы живем в эпоху чудес. Мы живем в эпоху невероятных чудес. То есть все предсказания уже сбылись. Поэтому я, например, очень уверен, что все будет только к лучшему. Мы увидим Машеха своими глазами вот-вот. Только для этого надо сделать шву. Значит, мы молимся, чтобы раскаялись все хорошие, добрые люди в своих преступлениях. Чтобы злодеи или раскаялись, или исчезли. Вот это вот посвящается этот урок. И чтобы был мир, потому что большинство людей хорошие, добрые, и вообще не хотят воевать. То есть нормальный человек, он не будет воевать, он не хочет, чтобы его близкие подебали, он не хочет, чтобы вообще никто умирал. Нормальные, хорошие люди хотят обрабатывать землю, пасти овец, кушать, радоваться, смотреть Олимпиаду по телевизору. И слушать уроки торы, там, час в день учиться, выполнять заповеди и все. Жениться, рожать детей. Теперь, ну если люди сделали преступление, вот мы подошли к молитву во время раскаяния. Значит, это четвертый, как бы, принцип раскаяния, четвертый лайфхак такой. Да, вот молитва. Учитывайте, что это тысячу лет назад он писал. Значит, когда человек раскаивается в преступлениях, он говорит так. Да потушать слезы мои огонь твоего гнева. Рекомендуется плакать, когда ты раскаиваешься, и искренне сожалеть. Искренне сожалеть о своем поступке так, что даже плакать. И тогда и говорить, что вы потушили слезы мои огонь твоего гнева. И перемена жизни моей да отведет от меня твой гнев. Значит, перемена жизни моей да отведет от тебя мой гнев. Здесь говорится о том, что человек, он действиями выражает то, что он сожалеет о своих проступках. Было такое принято в те годы, что человек, который хотел, чтобы Всевышний его простил, он отправлялся на какое-то время в добровольное изгнание. Он брал себе узелок, а люди же тогда не было, ни интернета, никуда. И говорит, все, иду прямо, значит, неделю иду прямо, потом неделю возвращаюсь обратно. Что со мной будет? Отдаю себя на волю Всевышнего. В одном месте, где вот ночь меня застанет, буду ночевать. Где это? То есть, он себя обрекал на добровольное изгнание. И он говорил, что перемена жизни моей да отведет от меня твой гнев. Он как бы на себя сам брал вот эти страдания. И не накрытый мой стол, да посчитается, как жертвенник установленный. Когда был храм, можно было приносить жертвы, и эти жертвы искупали грехи. Теперь, когда человек не кушает или ограничивает себя в еде, и при этом он говорит, чтобы был мой стол не накрытый, то, что я недоедаю сейчас. Он как тот жертвенник, где когда-то, когда был храм, мог приносить жертвы. И не поставленный на угли котел, и то, что я не ем сейчас горячую еду, как огонь, зажженный на твоем жертвеннике. Как раз вот в замену. Я не ем горячее, там все. То, что будет у меня меньше крови, так как еда превращается в кровь, да искупит, как искупает кровь на углах жертвенника. Когда был жертвенник, то укропили его кровью этих животных, которых приносили в жертву. И умоление моего жира, это как жир жертв, который заповедано сжигать на жертвеннике. И голос плача моего, как звуки песен левитов на ступенях храма, которые пели и просили Всевышнего, чтобы он простил. И запах моего голода, как запах воскурения. И слабость моих рук-ног, как части жертвы. И скорбь в моем разбитом сердце да разорвет книги, в которых записаны мои преступления. То есть у них была такая метафора, что все, что человек делает, записывается в книгу. Как сегодня бы сказали в облачный файл, что все, что мы сейчас делаем, записывается наверху, как мне очень нравилось, когда-то я читал, как объяснял там один индус какой-то, что такое карма. Он говорит, карма это ты каждым поступком, каждым действием, каждой мыслью создаешь как облако. Мне понравилась метафора. Облако такое. И потом через это облако на тебя идет свет. Это облако, оно как негативы в фотографиях. И потом через это облако проходит свет, и этот свет формирует события дальнейшей твоей жизни. То есть карма это твои же поступки, которые поднялись на духовный уровень, и через эти твои же поступки и мысли тебе идут следующие события. Тора об этом говорит, когда Яков спал и видел сон, лестница в небо, и ангелы поднимались, ангелы опускались. Та же самая метафора, только не облако, а ангелы. Мы бы сегодня сказали, что это не облако и не ангелы, что это просто видеофайл. Что человек, который что-то делает, то файл, вот все, что он делает, записывается на облако, как фильм. И потом, исходя из этого фильма, он имеет следующую серию своей жизни. И когда человек раскаивается, он здесь говорит, и пусть скорбь в моем разбитом сердце, то есть я сожалею о том, что я делал, она разорвет все книги. А мы бы сказали, она сотрет, сотрет, сделает кэнсел во всех тех записях, которые у меня там наверху. И моя одежда, которую я сейчас одеваю, некрасивая, и не как раз сейчас 17, сейчас время называется Беном и Царим, между теснин. Это время, когда нельзя там, например, стирать, одевать новую одежду, мыться нельзя. Вот сейчас строго наступает с первого ава. Это время как раз предназначено для неприятностей, поэтому нужно взять на себя самостоятельно неприятности. Не надо ждать, что Всевышний сделает неприятности, а нужно как можно больше на себя самостоятельно взять неприятности, чтобы как раз четко нам попало сегодня, да, чтобы сделать раскаяние, джуу. Моя одежда старая и рваная такая, да, которая вместо красивых одежд пусть посчитается как одежда коинов, священников, которые скупали грехи. И отказ от мытья, как мытье рук и ног в храме. То есть то, что я отказываюсь от мытья горячей водой, сейчас запрещено мыться горячей водой. По Торе вот в это время запрещено мыться горячей водой. И пускай то, что я не моюсь горячей водой, засчитается как мытье рук и ног в храме. Когда заходили в храм, омывали руки и ноги. И мое возвращение это возвратит меня к тебе, то есть моя отшува, то что я сейчас раскаиваюсь и хочу к тебе приблизиться к Богу, пускай возвратит меня к тебе и добуду я желанен перед тобою, потому что я сожалею о зле моих поступков и не буду больше творить зла перед тобою. Это как раз формула молитвы во время раскаяния, во время отшувы. И тот человек, который хочет действительно стереть последствия своих злых поступков, каких-то плохих дел и так далее, он значит учитывает все, что здесь написано. Пятое, это беспокойство, тревога, да ага, вообще беспокойство и тревога это плохая вещь, чтобы человек беспокоился о наказании за свои преступления, потому что есть преступления, искупление которых начинается с раскаяния, а заканчивается страданиями, то есть есть виды преступлений разные. Есть виды преступлений, за которые человек сказал, эх, жалко, что я делал всевышний, я так сожалею, что я, например, тфили не одевал или какие-то не делал повелевающие заповеди. Сразу Бог ему прощает. То есть если ты не делал повелевающие, ничего страшного. Начни делать, все будет хорошо. Конечно, ты уже ту пользу, которую ты мог бы получить, делая повелевающие заповеди, не получишь, но и наказания за них нет. Особенно, когда не знал. Вот, например, как тот, кто становится религиозным уже в возрасте, уже не знал. Второе, это преступление, но тем не менее, как незнание не спасает от ответственности, как в обычном законе, что если, например, человек не ходил на демонстрацию, то ну не ходил, не ходил. А если он там воровал в это время, то все равно как бы даже ты не знал, что нельзя воровать, но что значит не знал, оно же не спасает, ты же украл. Поэтому есть преступления, за которые нужно и раскаиваться, и вернуть. А есть преступления, за которые искупает, то есть ты раскаиваешься, вернул, и еще должно быть страдание, которое полностью тогда уравнивает вот эти потенциалы, да, которые... Так бы это страдание шло на тебя, а так вот, например, человек там упал, спотнулся, в Израиле это очень принято. Когда посуда, например, разбивается и кричат Мазальтов, Мазальтов, типа повезло. Чем тут повезло? Почему-то повезло, когда посуда разбилась. И здесь смысл такой, что эта посуда разбилась, а могла бы нога сломаться. Эта посуда разбилась, а можно, не дай бог, заболеть было бы. Что Мазаль, это повезло, что рассчитался деньгами, а не здоровьем, не какими-то другими преступлениями. То есть, когда есть какое-то страдание, то оно искупает какую-то... Все в этом мире очень честно, очень справедливо, очень измеренно, измеряемо, знаете как, системно, да, причина, следственные связи и так далее. Поэтому есть грехи, за которые есть, должно прийти страдание. Поэтому, когда человек скорбит о том, что было в прошлом, и беспокоится за будущим, то он, как бы, свою меру страдания он получил. Что такое страдание о прошлом? Это страдание. Человек, как я мог, как я мог так сделать, очень жаль, что было в прошлом. Страдает, человек беспокоится о будущем, а вдруг у меня там что-то будет плохое. Это страдание, это реально страдание. Так он здесь говорит нам так, что скорбь о том, что было и прошло, а беспокойство о будущем. И пусть человек вечно тревожится, а вдруг он недостаточно постарался в деле раскаяния и не исполнил его меру. И пусть тревожится, а вдруг злое начало пересилит его, как сказали мудрецы, не верив в самого себя до самой своей смерти. Интересно, что называются вот в Израиле люди, которые очень религиозные, их называют там, извне их называют ортодоксы. Ортодоксы почему-то в Израиле называют досы. Досы, дати это религиозные, кто-то называет их ортодоксы. Но сами они себя называют харидим. Харидим это харада, это тревога. Они тревожащиеся. Почему они тревожащиеся? Потому что обычный человек говорит, ну какая разница. Там дверь он запирает, возвращается, проверяет. Если имущество потерять, так все тревожатся. А выполнивая волю Бога, не выполнивая волю Бога, обычный человек особо его не волнует. Он думает, ну как Бог добрый, какая разница, кто точно знает. Он к этому так относится, не тревожится. А они наоборот, они значит тревожатся больше всего о том, чтобы не нарушить волю Всевышнего. Поэтому они называются харидим. И вот здесь очень тонкая грань. С одной стороны, быть тревожным неправильно. То есть мы учили сколько книг про благодарность, сколько книг мы изучали про то, чтобы надо быть веселым, радостным. А тут надо тревожиться и надо скорбеть о прошлом. Всему свое время, как говорил царь Саламон, время скорбить, время радоваться. И сейчас время Беном и Царим между теснин. Сейчас время скорбить. Есть время Адар, Марбим, Басимха, увеличиваем в радости. То есть все, всему свое время. И нужно очень уметь управлять собой в нужный момент, делая нужные вещи. И поэтому, конечно же, первое, что развивает Тора, это когда ты развиваешь свой интеллект, осознание, понимание, знание, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. И управление собой, исходя из вот этой системы знаний. То есть есть некое внешнее знание, есть интеллект человека, есть его эмоции, есть его действия. Так вот, идеалом является, когда человек управляет собой интеллектуально. Но человек управляет собой интеллектуально всегда по какой-то системе. Потому что, ну, должна быть правила, по которым человек управляет собой. Все люди живут по правилам. Даже есть люди, которые, например, анархисты, они живут по правилам анархистов. У них есть четко прописанные правила анархистов, которым они, анархисты, подчиняются. Если ты настоящий анархист, ты живешь по правилам анархистов, в которых записано, что анархисты не подчиняются правилам государства, например. Он же, получается, подчиняется правилам анархистов. То есть все люди, а кто придумал правила анархистов? Придумал какой-то главный анархист, который сидел-сидел, значит, пил и думает, что я просто так бухаю, придумаю правила анархистов. Как Карл Маркс придумал правила коммунистов, так же какой-то анархист придумал правила анархистов. Но большинство людей, они вообще не задумываются, они просто живут, в них установили какую-то программу, причем установили так программу, чтобы они даже собой не управляли, и люди живут на реактивном режиме, им сказали, они сделали, их послали, они пошли, то есть люди очень-очень управляемые. Теперь, но как только человек задумывается, он думает, секундочку, что я буду жить, как животное, хочу и буду, да, что я вот просто животное, там, хочу то, хочу это, это хаос, потому что, ну, я же не животное. Хорошо, буду собой управлять, по каким правилам управлять, возникает вопрос, непонятно по каким правилам, то есть жить на поводу своего хочу, сегодня одно хочу, завтра другое хочу, послезавтра третье хочу, а мы же люди, мы же живем в системе в какой-то, если я живу, делаю то, что я хочу, и я свое хочу, сталкиваюсь, хочу другого человека, возникает конфликт, поэтому эта система не очень работает. Умные люди, они берут общую систему, некоторые люди там взяли систему коммунизм, живут по коммунизму, некоторые там еще какие-то системы. Теперь Тора это тоже система, только это божественная система, в которую ты, если ты в нее включаешься, ты делаешь то, что должен делать между тобой и Богом, между тобой и людьми, между тобой и тобой, потому что внутренний разговор, это единственная, единственная свобода человека, стопроцентная, это его внутренний диалог, потому что в голову к нему никто же не может залезть. И вот когда человек, он понимает, что его свобода выбора только в выборе вот этого внутреннего диалога, тогда он может выбрать, или он берет Тору, или он берет просто там с собой разговаривать вообще. А есть люди сумасшедшие, сумасшедшие это люди, которые верят своему внутреннему диалогу. Знаете как, есть известная история, был такой Хемингуэй, Хемингуэй, ну такой был алкоголик, не очень хороший человек, почему-то он считается очень хорошим писателем, но как человек он был не очень, я про него читал, он очень людей обижал, там вообще бухал, дрался, избивал людей на улицах, там и в барах, то есть ходил, то есть был такой чуть-чуть не в себе. И потом этот Хемингуэй, значит, который был немного не в себе, он говорит, за мной следят, ему говорят, о, значит, приехали, допился, он говорит, нет, я вам говорю, за мной следят, значит, его начали лечить, но он все равно говорит, за мной следят, его, значит, там, ну в общем, лечили, лечили, залечили, он закончил жизнь самоубийством. Тоже малеха не в себе, человек, который говорит, все, я, значит, мне так плохо, что я закончил жизнь самоубийством. Как можно таких людей прославлять, которые с собой, со своей жизнью не могли справиться, бухали, потому что им было плохо, дрались, потому что им было плохо, и в конце закончил жизнь самоубийством. Но самое в этой истории интересное, знаете что? Когда раскрыли потом ФБР эти самые архивы, оказалось, что за ним следили. Это очень смешно. То есть, это может не смешно, да, но опять же, что здесь расстраиваться? И он расстроился, еще за него расстраиваться тоже будет тогда. И так настроение не очень. Поэтому внутренний диалог – это единственная свобода выбора, потому что это всего лишь интерпретация человека, в котором он живет. И внутренний диалог, как бы он ни казался истинным, потому что он звучит у меня в голове, это просто способ нити описания того, что происходит. Поэтому всегда можно вернуться в внутреннем диалоге, всегда можно вернуться в своих системах мировоззрения, всегда можно вернуться в своих правилах и ценностях, потому что все, что есть в голове у человека, пришло к нему извне. И всегда можно вернуться к Богу. Бог нас всегда ждет, ждет, чтобы мы к нему вернулись от чистого сердца, чтобы мы перестали делать зло, начали делать добро. И прежде всего мы на Ваикра разбираемся, что такое зло, что такое добро, что такое правильно, что неправильно. И делаем шву, чтобы заслугу нашей швы, нашего раскаяния, чтобы был мир. Шалом, потому что шалом самое-самое главное. Нет шалома, нет ничего. Поэтому давайте вначале сделаем шалом в себе, с друзьями, с близкими. И значит будет шалом тогда во всем мире. Все, друзья, всем удачи, успехов. Завтра встречаемся с Божьей помощью в это же время, в 10 утра. И в Ютьюбе пока нет уроков, только несколько дней будет урок в Фейсбуке и в Телеграме. Подписывайтесь на Телеграм-канал, делитесь, пожалуйста, этими уроками. Потому что чем больше будет Божественного Света, тем больше будет счастья у каждого из нас. Все, до завтра. Все будет хорошо. Не спит и не дремлет страж Израиля. Вот вы увидите сейчас просто всех, кто восстает на Израиль, всех уничтожат. Все, всем пока, до завтра.